ребят я не знаю новый это влог или это продолжение влога короче сейчас мы заехали в гостиницу там есть горячая вода есть тепло это прям такая радость не одну с одной стороны мне нравится вот эти вот все заморочки я прям не знаю балдею кайфую от них вот ну сейчас я побежала снимать деньги потому что там не работает нет у них безналичного расчета вот посмотрите какая погодка на улице анапа в принципе это центр города да ну как видите пустой особо людей нет поэтому такие пироги сегодня буду купаться в горячей водичке у нас дома ну неизвестно вообще когда это будет и послушал значит одного человека он сказал что и вообще навряд ли в этом году что-то там подключат вот такие дела короче ой кто-то едет вон там короче приехали 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 мы снимать жилье вернее смотреть вернее смотреть и тут вокруг поле какие-то вообще развалины какой-то ну вот до этого я смотрела там более-менее было там был дом так все конечно старенькая но по крайней мере он был большой и теплой здесь это вообще это вот что-то это что-то ребят посмотрите посмотрите я не знаю как тут жить вообще 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 ой да тут уже потолок в общем я ничего не понимаю как там что расположено ну-ка пойду посмотрю это вообще света нет нет я уже туда не пойду нет я схожу ужас ужас какой и все развалено нет что-то я как-то вероника спускайся на него нет я уже не хочу тут жить вообще никак потому что вот люди такие недобросовестные короче сегодня у нас последний день в гостинице второй день сегодня мы опять пойдем искать жилье пока выходные дни вот и значит что хочу рассказать а я вам по моему номер не показала да сейчас в анапе же зима и гостиницы все безумно дешевые вот поэтому мы нашли вообще супер безумно дешевую я вам скажу так ничего чистенько все опрятненько все аккуратненько вот для примера да летом этот номер стоит две с половиной тысячи просто номер две с половиной тысячи а как бы считается семейным вот то есть но я считаю что это конечно для меня это дорого есть фен короче там всякие там мыльные принадлежности постельные принадлежности вот значит коридор коридорчик коридорчик вот там вот сзади у меня сейчас будут детишки мои вот две кровати такие вот в принципе большие тут зеркало трильяж грильяж как его называют холодильник телевизор окошко батарея вот что сама сейчас для нас главное это она холодная почему-то стало но достаточно жарко в номере значит вот там за окошком летом естественно жизнь кипит бассейн такой громадный потом значит там есть совсем детский бассейн дальше там значит кафе там есть где жарят шашлыки короче там есть сауна баня вот это все-все-все на свете вот поэтому номер такой достаточно хороший но зимой очень дешевый может я уже говорила да но когда мы заехали в эту гостиницу хозяин очень подозрительно на меня посмотрел типа вот одна с двумя детьми а где мужчина сразу всякие подозрения такие а может это дети не твои может их своровала в общем вот так вот потом поделилась своей печальной историей то что у нас там нет отопления там нет горячей воды мы там замерзаем нам хочется тепла там вот так вот так мы сюда заехали и очень странно когда хозяин себя знаете как идет вот ты выходишь куда-то в магазин а куда пошли вот вчера я пошла до магазин так ты иди в тот магазин а вот и в этот не ходи магазин я говорю ну я знаю какой мне магазин надо а зачем ты пошла что ты пришла покупать я вот не понимаю вот этого маразма у тебя люди снимают номер зачем ты постоянно что-то спрашиваешь куда зачем куда давай спроси а что мы кушаем как мы ходим в туалет я не знаю как мы подтираем попку или что вот и значит вчера когда мы искали жильем искали жильем я звонила спрашивал большинстве случаев это были мужчины я думаю мужчины почему-то будут совсем по-другому реагировать то есть они спрашивают ну кто с кем я говорю ну я одна с двумя детьми она не со стилем одна с двумя детьми а где мужчина а где мужчина а чем вы зарабатываете девушка я говорю вам какая разница чем я зарабатываю говорю я говорю занимаюсь фото видеосъемкой говорю я говорю это не должно иметь значение и вам буду деньги платить То есть какая вам разница? Ну просто одна без мужчины, а где ваш мужчина? И вот эти вот допросы просто вынуждали меня ложить трубку, сбрасывать, потому что я терпеть не могу, даже если мне понравится какая-то там квартира, безумно понравится, я никогда не буду там снимать, если меня будут вот так пытать такими вопросами, потому что это бред. Ты следи, наблюдая там за своей жизнью. К тебе заезжает человек, ты видишь, что он нормальный, он с двумя детьми, он адекватный, он может платить, тебя вообще ничего больше не должно волновать, я так считаю. Какая тебе в жопу, тебе разница? Вот, и поэтому вчера один мужик вообще там подозревался просто. Одна женщина, значит, у которой мы его первой смотрели, нам в принципе она и понравилась. Это был дом, и там первый этаж она сдавала полностью. Он очень большой, но я сразу, конечно, рассматривала с той точки зрения, куда мне поставить фон, и там очень много, где можно снимать, и на улице, то есть там есть свой дворик. Вот мне этот вариант как бы понравился, он дешевле даже, чем эта квартира. Сейчас мы снимаем. Я офигеваю с этих грузчиков. Это я вот сейчас просто хожу и то сказать половина.